всем привет друзья с вами я александр сегодня у меня на обзоре и тесте еще один смартфон от компании hot wave модель hyper 7 pro этот смартфон не было интересно протестировать поскольку здесь установлен хорошее железо видеть вместе 70 50 а также очень неплохой модуль камеры samsung 200 мегапиксельный hp3 давайте посмотрим что же в итоге у hot wave получилось приезжает аппарат классический для всех аппаратов бренда hot wave черной коробки красивая тисненная надпись красным на уголке модель hyper 7 pro и объемы памяти 16 256 гигабайт на обратной стороне у нас есть немножко характеристик в комплект поставки данного аппарата входит две салфеточки для протирки перед установкой стекла самого стекла к сожалению в комплекте я не обнаружил блок зарядки на 33 ватта максимум а также интересная коробочка помимо документации естественно на который сверху здесь примастился ключик для открытия 7 разъема слову говоря его можно открыть и руками и здесь вот внутри у нас находится отеджи переходник для подключения периферии и кабель usb type-c на usb type-c также почему-то я не обнаружил здесь переходника на 35 миллиметра который был в предыдущей модели hot wave и он бы здесь пригодился потому что и 5 разъема у этого аппарата нет сам аппарат имеет в общем-то классический внешний вид и материалы для большинства защищенных смартфонов по периметру у нас резина сзади такой приятный очень материал под кожу по бокам металлические накладки вставки кому как больше нравится блок камер вот здесь кстати тоже обрезиненный бортик у нас присутствует и стекло с олеофобным покрытием закрывающую основную камеру здесь же второй дисплей примастился функционал его известен в принципе как у смарт-часов здесь camp lamp так называемый фонарь мощный кнопка включения на сканер отпечатка кстати небольшой люфт имеет и вот так вот дребезжит сверху у нас выход внезапно для второго динамика до этого аппарата стерео звук здесь же у нас второй микрофон для записи стереозвука и работ систему шумоподавления sim разъем у этого аппарата гибридный карточка нам не нужна в общем то можно установить и 2 симки и карту памяти но не одновременно к сожалению есть дополнительная кнопка как на большинстве защищенных аппаратов и снизу микрофон основной usb type-c под заглушкой к сожалению не герметизированный и также есть нижний динамик ультимедийный здесь же вот еще на боку есть право ушинка на фронтальной части экран у нас к сожалению очень старого образца с вырезом каплей датчики освещения приближения здесь разговорный динамик стекло у нас вот это вот горилла глаз третьего поколения с олеофобным покрытием судя по вот этому вырезу отпечатков на нем не остается также нет никакого светодиода уведомлений здесь на передней панели аппарат довольно приятно лежит в руке несмотря на то что он крупный видимо благодаря вот этим вот скошенным граним эргономика у него хорошая по сборке кроме вот этих двух кнопочек дребезжащих в принципе монолит полный тут вопросов никаких нету защита аппарат как всегда по максимальному айпи 68 и 69 ки и military std 810h от упадений я провел классический тест на часовое погружение смартфона в воду выдержал он его достойны и после него работал точно так же хорошо как и до цвета у смартфона 2 вот такой вот черный как у меня и есть еще красная магма размеры вы сейчас видите на экране вес аппарата составляет 409 грамм далее поговорим по экрану смартфона в аппарате установлена айпес матрица с диагональю 6 и 6 сотых дюйма разрешением full hd 2408 на 1080 точек плотность пикселей составляет 401 ппи яркость нам производитель обещает 520 нит и частота обновления до 120 герц характеристика смартфона не заявлено нигде расширенного цветового охвата однако цветопередача и углы обзора хорошие а вот яркость к сожалению пятьсот двадцать нит подтвердить не могу примерно 450 не больше максимальная яркость составляет мульти тач смартфоне должен быть до на 10 касаний частота дискретизации сенсорного слоя 240 герц тач ведет себя хорошо во всех задачах в том числе и в играх правда в некоторых играх например в папках когда приходится смотреть в оптический прицел немножко не хватает дискретности хотелось бы чтобы разрешение сенсора было повыше но впрочем аппарат не игровой и придираться к этому мы и не будем следующий пункт от начинка аппарата в смартфоне установлена однокристальная система компании mediatek dimensity 7050 это самый низ среднего уровня чипов компании который уже в общем-то обеспечивает достаточно неплохую производительность 6 нанометров 8 процессорных ядер cortex a78 2 штуки cortex a55 6 штук максимальная частота крупных ядер до 26 гигагерца малиджи 68 mc4 графический ускоритель установлен оперативной памяти насыпали просто с огромным запасом 16 гигабайт lp ddr5 стандарта и встроенный накопитель стандарта ufs 3.1 с максимальной скоростью линейного последовательного чтения 161 гигабайт в секунду тест гиг бенч производительность центральных ядер и gfx benchmark производительность графической постсистемы в общем то показывает нам что это достаточно хорошее решение не которое будет прекрасно справляться со всеми повседневными задачами и даже с играми уже никак же 99 на низких и средних а на средних и высоких настройках в паб g примерно прекрасно играется в 60 fps никакого серьезного нагрева замечено и не было тротлинг тест 100 потоков 30 минут показал падение производительности 12 процентов никаких жестких провалов никаких перегревов все хорошо снижение производительности этого вы нигде в обычных задачах не заметите по датчикам есть все необходимое освещение приближения у нас нормальный инфракрасный есть также магнитометр и гироскоп причем аппаратный нормально ведущий себя в играх далее батарея и автономность смартфон не установлен литий-ионный аккумулятор емкостью аж 10 тысяч 800 миллиампер часов есть быстрая зарядка по протоколу power delivery до 33 ватт от 0 до 50 процентов смартфон заряжается за 48 минут до 100 процентов зарядка занимает два часа двадцать три минуты и типичные примеры энергопотребления первый у нас это youtube 1080 яркость зафиксирована на 200 нитах по прибору пришлось секундомером замерять потому что статистику вообще этот аппарат не показывает смартфон продержался 24 часа две минуты сам по себе результат вроде неплохой но если как я все время говорю пересчитать его на стандартную пятитысячную батарею но как минимум разделив пополам то мы получим 12 часов что в общем то немного прямо скажем следующий это видео оффлайн м x player аппаратное декодирование 1080 30 кадров также секундомер у нас и двадцать семь с половиной часов то есть разделив пополам мы получаем цена с половиной тоже результат не впечатляет честно вам скажу батарейный тест пакетописи mark показал 23 часа 49 минут соответственно половина у нас это один с половиной почти 12 пусть часов результат тоже средний хотя и далеко не провальный игровая нагрузка час игры в pubg унес 11 процентов заряда что многовато для такой батареи обычно 78 максимум и все высказанного можно сделать вывод что автономность у смартфона так скажем находится на нижней границе нормальной в общем то хотелось бы и побольше энергоэффективность соответственно не самая высокая следующий пункт это работа навигации смартфон работает спутниковых системах gps глонас байду и галерео кюзо такси не зафиксировано диапазон спутникового приемника у нас 2 l1 и l5 спутниковый аппарат видит огромное количество в байду b2a в галерео е5a именуется вторая частота и в общем то с позиционированием и ориентации на местности так сказать этого аппарата никаких проблем нет как всегда смотрим запись экрана как я перехожу через дорогу ну и там отлично видно что все своевременно показывается повороты развороты даже пешеходном режиме ну и соответственно при использовании автомобильных навигаторов проблем у вас тоже никаких возникнуть с этим аппаратом не должно далее по чувствительности и стабильности работы вай фай в смартфоне установлен двухдиапазонный приемник 2 и 4 и 5 гигагерц протоколы и беден эйси и и x то есть вай фай 6 поддерживаются на 2 и 4 у нас скорость подключения составляет 173 мегабита в секунду что говорит нам о ширине канала 40 мегагерц и антенны формуле 2x2 возле роутера чувствительность через одну стену максимально какая может быть на 2 и 4 скорости очень хороший даже чуть больше чем скорость подключения показал видим потом прочихался еще побольше в самом глухом месте квартиры на 2 и 4 результат на пятерку в принципе с маленьким минусом чуть вышел из зеленой зоны смартфон и скорости хоть и снизились но еще остались вполне приличного значения на 5 гигагерц скорость подключения у нас уже составляет 1200 мегабит в секунду что соответствует вай фай 6 чувствительность через одну стену просто прекрасная на 5 гигагерцах и скорости максимально для моего провайдера в самом глухом месте квартиры отличный результат ровно минус 70 скорости хоть и снизились но вполне остались еще хорошие даже менее чем в два раза показал 5 баллов однозначно аппарату можно поставить за вай фай и навигацию далее разберем работу смартфона с мобильным интернетом lte 4g и голосовыми вызовами аппарат имеет все необходимые диапазоны или бенды для работы в наших сетях а именно 2g 3g и 4g включая даже 66 нам никак не интересно есть конечно и 5g у этого чипа но опять же нам совсем ни о чем на обеих сим-картах набор совершенно идентичный по диапазонам модем аппаратом порадовал он имеет как поддержку lte и advanced это она же технологии 4g плюс так соответственно и агрегацию частот вот видим 20 плюс 20 мегагерц ширина канала у нас две полосы объединил аппарат но и скорости конечно же которые получились при таком подключении также очень хорошие максимально смог зафиксировать я 141 мегабит в секунду что касается голосовых вызовов динамик разговорный слуховой мне показался излишне отдает середины он конечно не прям противная пищалка у него хороший запас громкости но все-таки средних частот в нем маловато и на ухо так не очень приятно он действует хотя речь соответственно который находится в среднем чисто частотном диапазоне передает он хорошо микрофон к нему вопросов никаких не возникло тем более здесь два аппаратная система шумоподавления работает как всегда пример записи с диктофона для тестирования чистого сигнала с микрофона я записал и сделал запись разговора с телефонной линии так как вас будет слышать собеседник на том конце раз-два-три-четыре-пять вышел зайчик погулять вдруг охотник выбегает прямо в зайчика стреляет пиф-паф ой-ой-ой умирает зайчик мой один-два-раз раз-два-три проверяем качество микрофона при разговоре в смартфоне hot wave hyper 7 pro а заодно смотрим как работает у него дача продвижения он здесь классический инфракрасный приемник передатчик и по всей видимости работает до работает нормально один-два-раз-раз-два-три сосисочная условия слабого приема сигнала сотовой сети hyper 7 pro показал очень хорошую чувствительность и стабильность сигнала и несколько опередил мой one plus 9 pro по этим параметрам следующий пункт от системы настройки смартфон работает под управлением чистой 14 версии android со слегка перерисованным интерфейсом то есть шторка у нас своя как раз в обзоре предыдущего cyber x я говорил что у них вот такой вот интерфейс обычно уход вейвов и свои вот такие вот настроечки перерисованы также ланчер у нас выдает все-таки сток до можем видеть но и есть у нас здесь вот лента гугла однако можно нормально убрать строку поиска главной странице в общем-то приятные переработки на лицо но во всем остальном это по сути своей по настройкам чистый сток sim-карты мобильные сети вынул я симку есть все необходимое звонки по 4g звонки по вай фай скриншотик вот пожалуйста вай фай звонок зафиксирован на bluetooth в смартфоне версии 5.2 есть поддержка кодеков и си и ld и си есть также на все которые прекрасно работает с мир пэй вот пожалуйста все быстро главное так запускается 7050 отличный чип все-таки трансляция экран также имеется есть у тиджи видит по умолчанию fat и ex fat накопителей android авто уведомления приходят кстати нормально от всех приложений в экране у нас ручная адаптивная яркость темная светлая тема масштаб и текст регулируется еще остались у меня тут регулировки на запас обои стиль ну тут все простенько можно сменить цвета сменить обои боев не так много магазинов собственных тем вроде бы и нету вырез на экране можно скрыть отсюда же а также есть регулировка частоты обновления здесь она регулируется жестко 60 90 120 причем сброс частот в простой к сожалению нету видимо этим еще обусловлено энергопотребление повышенное ну и также здесь находится активация вертикальном положении звук и вибрация тут полный сток есть у нас 5 регуляторов отдельно назначить мелодии можно как всегда вибра в данном аппарате не линейная самая обычная улучшение звука здесь вот присутствует никаких систем типа dts долги атмос здесь у нас нету защиты и конфиденциальность сканер отпечатка находится сбоку работает он очень хорошо распознавание по лицу также проблем никаких нету жалко нету в аппарате дабл тапа для того чтобы два раза топнуть и активировать распознавание а так все в порядке батареям совершенно не показывает статистику и даже если здесь вот вдруг написать расход да мы попадем в расход батареи только там мы ничего не увидим ни по одному из приложений потому что статистики просто нет ну собственно это не редкость в аппаратах на 14 андроиде особенно 3 эшелона приложение настройки соответственно все приложения расхода заряда пункт отпечатки пальцев здесь у нас можно и добавить отпечатки помимо безопасности и также можно некоторые функции назначить на сканер касанием соответственно расширение оперативной памяти бесполезно есть зачем она не знаю при 16 гигабайтах настройки второго экрана в общем то напоминает очень то что мы видели в cyber 15 по моему летом протестированный он даже по дизайну был похож этот самый экран у нас фактически выполняет функции как на смарт-часах тут у нас можно посмотреть заряд аккумулятора здесь уведомления ну и управление плеером присутствует съемка на камеру при помощи этого экрана компас ну и все здесь соответственно настройки которые можно сделать с этим вторым циферблатом такое мы в общем видели уже неоднократно и уход вы его в том числе режим перчаток присутствует используя перчатках умный помощник здесь у нас есть плавающая кнопка включаем вот такая вот как на многих аппаратах ее настройки выключить соответственно здесь и есть жесты некоторые но к сожалению вот как я уже сказал дабл тапа среди них нету классические андроидовские такие жесты ночная подсветка здесь у нас регулируется интенсивность в общем это тоже в стоком андроиде также выглядит и предотвращение случайных нажатий здесь находится система беспроводное обновление которое кстати было одно дайте-ка я вам покажу дабы не быть голословным ну вот пожалуйста было обновление прошивки от 1 ноября правда никаких улучшений я не заметил все как было так и осталось ну патч безопасности по крайней мере установился новый сейчас по моему никаких обновлений нету в целом прошивочка работает очень даже неплохо ну скроллинг например я выставил 90 герц дабы среднее получить энергопотребление ничего не тормозит 70 50 я уже сказал вместе 16 гигами памяти оперативный lpddr5 и накопителем 3.1 ufs ведут себя просто прекрасно ничего не лагает не фризит все быстро очень работает с оперативой тоже кстати аппарат работает хорошо удерживает долгое время в память приложение большое количество рану 16 гигабайт еще бы он плохо их удерживал далее разберем работу смартфона с мультимедиа на youtube данный смартфон умеет воспроизводить видео вплоть до ультра hd 4k 60 кадров в секунду причем с hdr ну естественно экран hdr не поддерживает поддерживает сам чип поэтому он и показывает что такая возможность есть оффлайн видео через mx player также может 4k в хардварном режиме вводить изображение на внешний монитор аппарат и не умеет что касательно звука динамиков их здесь два стилю звук в общем и целом это хорошо что он есть давайте послушаем какого он качества играет музыка В общем-то звук здесь достаточно хороший, особенно учесть, если что, здесь нет никакой системы пространственного звучания. И у меня есть очень стойкое ощущение, что здесь разные динамики установлены для разговора и для стереозвука. Потому что звучание здесь не полторушное, а полноценное, что здесь, что здесь. Звук, в общем-то, одинаковый, когда затыкаешь. Но, конечно, особенных изысков по детализации, скажем, у него нет. Но он громкий и не противный, так скажем, и стерео. Это прям отлично, особенно для защищенного смартфона. Что касается звука в наушниках, тут аппарат прям порадовал. 3,5 мм здесь нету, как, к сожалению, нету и переходника. Но при прослушивании через все-таки переходник или через USB наушники простые, звук выходит очень даже достойный. Мои Meizu HD50 едва только им чуть-чуть не хватало по низким раскачке. Но громкость хорошая. Любые наушники, в принципе, будут звучать громко. Вот с такими характеристиками через Hi-Res Output выводится на AUX, соответственно. А если же подключить ЦАП, то тут у нас звук становится просто отличный. Правда, есть передискортизация, конечно, и аудиофильским этот звук назвать нельзя. Но в плане именно частотной характеристики и даже сцены звук меня порадовал. По Bluetooth также все хорошо. Кодек AC присутствует. С ним звук хороший. А с LDAC традиционно звук, конечно же, лучший. Если у вас есть какие-то хорошие наушники с этим кодеком, звучание достойно по Bluetooth вам обеспечено. Что касается других мультимедийных возможностей, есть у нас FM-радио. При подключенных наушниках, которые работают только, переходника в комплекте нет. Напоминаю. А вот записи разговоров с линией, к сожалению, нет. Вот, пожалуйста, вся эта гугловская звонилка. И даже гугловского с предупреждением здесь значка записи нет. Ну и последним пунктом, как всегда, у нас идет камера. Здесь в качестве основного установлен, ну, прям сказать, крутой модуль Samsung HP 3. Точно такой же модуль установлен во всей серии Redmi Note, начиная с Pro. Да, и в Pro Plus, в частности, он показывает себя очень хорошо. Это 200-мегапиксельный, либо 12.5 в режиме биннинга модуль с диафрагмой 1.75. Второй модуль в основной камере, это у нас Night Vision от OmniVision 24-мегапикселя модуль. Он отвечает за черно-белую ночную съемку. И фронталочка на 32-мегапикселя от Sony. Вот она, MX616. С диафрагмой 1.8. Программа камеры выглядит следующим образом. Вот это очень меня повеселило. Ночное видение и ночное видение. Баден, Баден. Собственно, это у нас ночное видение 1. Это у нас ночной режим, да, для съемки вечером. А ночное видение 2, это у нас режим вот этой вот съемки полностью, в полной темноте при помощи вот этих вот светодиодов, да. Видно на камеру, интересно. Нет, как они светятся. Вот здесь два светодиода инфракрасных подсветки есть, кроме вот основной вспышки. Далее у нас есть видео. Это видео, понятно, картинка. Это фото, 200-мегапикселей, съемка на полную матрицу, режим красота. Вот здесь настроечки бьютификации. И в Pro есть у нас ручками покрутить что. А также есть портрет. Это как раз вырезание и размытие заднего фона, гиф, панорама, замедление, монохром, эффект боке и QR-код. В режиме картинка, то есть фото. Есть у нас управление вспышкой вплоть до подсветочки. Это хорошо. Иногда она бывает очень нужна. Есть и распознавание сцены, и есть HDR, который здесь, друзья мои, рабочий. Абсолютно рабочий. И это не может не радовать. Ну и настройки вот такие вот разрешения. К примеру, размер фото 12 мегапикселей. Режим 200 мегапикселей тут, к сожалению, не рабочий. Сразу скажу вам, на видео у нас есть настройки качества вплоть до 4К, 30 кадров на основной и 1080 на фронтальную камеру пишет. Также есть режим подсветочки. А вот чего нету, это стабилизация электронной в родной камере, к сожалению. Но зато можно через Open Camera включить, и стабилизация будет. Давайте посмотрим, какие, собственно, фото и видео я сделал на этот смартфон. Первое фото. Как всегда, полочка со смартфонами. Правда, немножко изменились. Вот конкретно в последних нескольких обзорах это будет видно. Условия освещения, потому что у меня сгорела половина светодиодной лампы моей наверху. И, как видите сами, чуть-чуть потемнее все стало выглядеть. Однако данный аппарат показывает даже в таких сложных условиях, в общем-то, на небольшой дистанции, хорошо себя по резкости. Вот, как всегда, по коробочке споко наводились. Как можете видеть, да, отлично читаются все буквы. Единственное, что, ну, вот тут вот уже, да, ну, это скорее просто света мало. Здесь тоже хорошо читаются буквы, но просто деталек уже в темноте не видно, различим плохо. Реально, на глаз света очень мало. На этой фотографии света больше, чем в реальности. Фото на улице. Передний план выглядит просто великолепно. Я бы даже так сказал. По резкости хорошо, по деталям отлично. Даже надпись вон там какая-то, помощь наркозависимым, читается на нашей парковке. А вот на дистанции я сразу отмечу некое довольно серьезное замыливание. Обратите внимание, как плохо выглядит кирпичная кладка на доме напротив. И деревья, их веточки, листочков-то уже нету, сливаются очень сильно. Вид остановки. Передний план прекрасно также здесь. По бокам смотрим, ну, вроде бы никаких серьезных искажений нет. Хотя чуть-чуть резкость вроде упала. По правому краю прям все шикарно. 200% увеличение. В 12-мегапиксельном режиме очень хорошо читаемы буквы. Режим съемки на полную матрицу. Как видим, гигантское разрешение. Справа у нас 16 тысяч на 12 тысяч точек. А здесь слева у нас 12 мегапикселей. Но только толку от этого немного. Потому что, обратите внимание, детали-то наоборот все замылены. Честно говоря, у меня даже закрадывается мысль, что это все-таки интерполяция. Потому что какое-никакое, а улучшение быть должно. А его нет. Скорее даже ухудшение. Нет, все-таки это интерполяция. Фотографии на улице, конечно, в общем, получаются неплохие. Особенно порадовало то, что есть рабочий HDR. Вот это без HDR фотографии. А вот это с HDR детальки он прям проявляет. В целом, фото выглядит очень достойно. Любимый тест на надпись «Ломбард за стеклом аппарат» проходит. Информационный счеток на почте. Тест на различимость текста. 200% увеличения. Все читаемо абсолютно. Фронталка снимает в 32 мегапикселя. Ну и, в общем-то, неплохая. Немножечко перешарп, конечно, есть. Но если сильно не кропить, то достойно даже вот в портретном режиме, мне кажется, чуть помягче изображение выглядит. В общем, днем на небольшой дистанции аппарат показывает довольно неплохие результаты. Еще раз, вот HDR. Это без HDR, а это с HDR. Да, рабочий. Да, вытягивает тени. Информация вон за витриной появилась. Помещение ценники в магазине. Подсвет передачи отлично. Хорошая очень контрастность. Все-таки вот здесь вот размытие по левому краю есть. Есть. Видите, да, немножко. Но есть. Линзочка чуть-чуть лажанула. А по правому все хорошо. И по переднему краю тоже внизу. Отлично. А вот вечером, к сожалению, включается режим мыла. Хотя, буква-то вот на остановке читаемая. Но вот вытянуть резкость, обработки алгоритмов не хватает. Хотя мощности у сигнального процессора в этом чипе достаточно. Ночной режим. Тут есть. И он, в принципе, рабочий. Вот это сделано без ночного режима. А вот это с ночным режимом. Да, он вытянул тени. Он убрал пересвет. И вернул цвет в логотипе. И для смартфона третьего эшелона это очень хороший результат. В автоматическом же режиме, если вот немножко есть цвета от вывесок, получаются тоже довольно неплохие фотографии вечернего времени. Фронталка вечером, ну, конечно, подмыливать начинает. Тут никуда не денешься. А в портретном режиме еще и шуметь. Но если, опять же, сильно не кропить, более или менее. Хотя бы глаза, какого нужно цвета. И скинтончик, в принципе, неплохой. Портретное фото на основную камеру. Выглядит достойно. Сам персонаж резкий и вырезан, в общем-то, относительно ровно. Цвет передача хороший. Комната при искусственном освещении. Немножко по балансу белого лажанулся. Хотя, конечно, обои у нас желтенькие здесь. Но должен был все-таки чуть посветлее дать. А тут прям какой-то оранжевый диван получился. Детализация при этом очень хорошая. Динамический диапазон средний. Информации в тенях немного. Фото в полной темноте. Это полностью автоматический режим. Достаточно хорошо. Это режим по точке. Здесь самая лучшая резкость. Потому что, ну, точку указали, аппарат навелся точнее. Ну, и режим подсветки. Тоже нормально, в принципе. Камера Night Vision 24 мегапикселя имеет автофокус. Вот такие вот фотографии способны делать. А также снимать видео тоже с автофокусировкой в полной темноте. Но, естественно, может она это делать на расстоянии только срабатывания, так сказать, инфракрасной подсветки. То есть, буквально там 3-4 метра. Видеоаппарат пишет хорошо. Единственное, что нету, как я уже сказал, электронной стабилизации. Звук пишет, скажем так, удовлетворительно. Два микрофона, конечно, присутствуют. Но все-таки в шумном окружении артефакты имеются. Поэтому, наверное, все-таки тройка. Видео в вечернее время, конечно, на этом аппарате хорошего не получится. Либо торможение кадров при использовании основной камеры. Выпадение, точнее, их 20 буквально, их не больше. Либо все будет темное при использовании open-камерам. Запись видео смартфон от Face Hyper-SIM PRO. Это у нас родная камера, 1080-30 кадров. Стаба нету. Звук пишет аппарат. Стерео, если я не ошибаюсь. Фокус. Ой, задумчивый фокус. Разрешение 4К. Также родная камера. 30 кадров нет стабилизации. Фронтальная камера. Родной шофт. Стаба также нет. 1080-30 максимальное разрешение. Запись видео при помощи open-камера. Здесь уже стабилизацию можно включить. Это 1080-30. Рассмотрим, кто будет на посте все. ИК при помощи open-камера. Также со стабилизацией включенной. Фокус. Кстати, через окон. Ну, такая неиспешная в любом случае фокусировка здесь. Ну, работает. Съемка видео в вечернее время. Ход Wave Hyper 7 Pro. Родная камера 1080-30. Стабилизации нет. Пишировка. И лично для вечернего времени. Последний пример. Это Huitro HD. 4К 30 кадров. Через open-камеру. Со стабилизацией. Соответственно, выглядит. Вот так вот в движении. То есть, как фокус на этой камере. Нормальный фокус. На фронталку. Через open-камеру. Здесь 80-30. Стаб должен работать. Итак, какие выводы по камере? Ну, в общем, модуль-то, конечно, здесь стоит хороший. Но реализация его, как обычно, такая себе. Если днем на небольшой дистанции или на улице, или в помещении, мы получаем достаточно хороший результат по резкости, по цветопередаче, то вечером и днем, или в помещении на большой дистанции, результат у нас, конечно, очень скромный. Дело все это размыливается, обработчики не хватает. В общем, недопиленно, как всегда, софтина. По видео днем на родную камеру, кстати, пишет хорошо, но вот стаба не хватает. Через open-камеру тоже днем неплохо, со стабилизацией. А вечером родная камера все-таки тормозит, там 20 кадров показывает. А через open-камеру все очень темное. Так что съемка видео вечером на основную камеру под большим вопросом. На фронталку еще писать можно. Что, друзья, по смартфону в целом? Аппарат, конечно, типичный представитель третьего эшелона. Хоть и компания HotWav старается сделать свои аппараты достойными, все равно минусы у него имеются. Давайте их озвучим. Первое, это экран. Ну, архаичный вид с каплей мы, конечно, не будем сильно за это пинать производителя. Но, тем не менее, главный минус экрана, это то, что яркости его в солнечный день вам будет не хватать. Следующий минус, это автономность. Она вот прямо на самом нижнем пределе находится у дубоваримости, так скажем. Могла бы быть и побольше, откровенно сказать. Далее у нас динамик разговорный. Мне не понравился. Ну, средних частот очень много. Мне очень комфортно разговаривать, особенно на высокой громкости, когда вы прибавляете. Прям ухо режет. Ну, и, конечно, камера. Камера в некоторых режимах оставляет желать лучшего. Но, все же, плюс у этого аппарата есть, и их больше. Первый плюс, это сборка. Качество ее в целом, кроме вот кнопочек и вот этой накладочки, очень хорошее. Никаких нареканий здесь нет. То, далее чип 7050 в связке с 16 гигабайтами LPDDR5 и UFS 3.1 ведет себя просто отлично. Для своей, в общем-то, категории показывает хорошую очень производительность. Далее все интерфейсы типа GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 4G работают просто отлично. Нареканий никаких к ним нет. Оболочка, да, почти чистый Android, но, тем не менее, работает хорошо. Второй экран, ну, вещь такая прикольная, по мне, больше, чем нужная. Но, тем не менее, он здесь работает нормально, не глючит, но информацию, например, о батарее можно в таком вот виде получить. А главное, можно еще ответить на звонок даже в таком виде. Если, к примеру, в гарнитуре, он у вас так лежит, можно нажать и ответить на звонок, а также почитать уведомления. Звук внешних динамиков, скажем так, нормальный, ближе к хорошему. А вот в наушниках, хоть и нету 3.5 здесь, он, можно сказать, что очень хороший, а через ЦАП так просто отличный. Ну и камера, в принципе, днем показывает тоже себя хорошо на небольшой дистанции. Цена, конечно, не самая маленькая. Кстати, на распродаже вы продавали в районе 20 вот сейчас, а буквально сегодня я смотрел, цену, по-моему, уже 25 он стал. Ну и конкуренты, в общем-то, стоят таких же денег. Я вам, как обычно, все рассказал. Решение о покупке принимать только вам, друзья мои. А на сегодня у меня все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на все мои ресурсы в соцсетях. Дзен, Телеграм, группа ВКонтакте. Канал на Рутубе теперь тоже есть, там можете смотреть видео. Всем мира, добра, до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok